Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы обратимся к словам Священного Писания. И, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые вы прислали к нам на передачу. И предлагаю в самом начале попросить в Бога благословений. Помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, Ты даешь нам еще одну возможность свидетельствовать о Твоей любви, о Твоей заботе о нас и о том, что Ты слышишь молитвы наши и отвечаешь на них. Спасибо Тебе за эту возможность. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, весь ход этой программы. Молим Тебя, чтобы все, что будет сказано здесь, было для Твоей. И только Твоей славы, любящего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы ждем ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу. Вы можете написать их внизу под этим видео в строке комментариев. Также вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно ваши просьбы молитвенные передадим в молитвенные группы и будем о них молиться. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и этот эфир станет благословением и для нас, участников, и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Андрея Хайлен. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Я очень рад снова видеть у нас на передаче. Спасибо вам большое за то, что согласились к нам прийти и поделиться опытом. Да, благодарю вас за приглашение, буду очень рад. Постоянные наши зрители, я думаю, уже хорошо знакомы с вами и помнят, что вы родом из Советского Союза. И, несмотря на это, вы побывали, насколько я помню, за границей и в Германии, по-моему, да, и в Финляндии. Да, было время, пожили чуть-чуть. Пожили чуть-чуть, да. Многие запомнили вас по самой короткой детской молитве, когда вы хотели очень кушать, да. Как вы тогда помолились? Боже, аминь. Боже, аминь. И все нормально. Был очень голодный. Да, но я думаю, большинство запомнило вас по интересной вашей привычке, очень полезной привычке вести молитвенный дневник. Вы, по-моему, называли или книга памяти, или свиток благодарности, по-моему, и так, и так вы называли, да? Да, все слова очень подходят. Очень гармонично подходит. Да, кстати. Мы все вместе. Вы уже около 30 лет ведете этот дневник, так? У меня вопрос. Сегодня писал. Сегодня вы записали. Сколько сегодня у вас? Сегодня одну. Одну записали, да? Но бывает не больше, да? Да, бывает три, бывает пять, в зависимости от того, какое побуждение есть, или нужда, или благодарность. Или вообще, как день складывается, да? То есть, это вы записываете туда и просьбы молитвенные, и если Бог ответил, вы пометочки делаете, да? Ну, страница разделена на две части, такой блокнот. Да, да. И вот с левой стороны я пишу все просьбы, дата, время, просьба, а с правой стороны ответы. И дату, да? Да, и когда он отвечает, да. Отлично. Я записываю ответы, да. Скажите, на ваш взгляд, что людям мешает организовать свою молитвенную жизнь? И как с этим бороться? Это очень просто. Это собственная человеческая глупость. Мешает? Конечно. Глупость? Конечно. Самый главный человек, который мешает мне и во всех моих проблемах. Кто виновен? Понятно, что я сам виновен. Но есть вещи, которые, может быть, недопонимание. Или это вы так и называете? Это глупость человеческая? Ну, человеческая глупость, это вот, она может быть, скажем, двоякая. Когда человек сам неосознанно что-то делает, или он думает, что он самый умный, и поэтому ничего не делает. То есть он сам справится, да? Конечно, да. Но, знаете, есть два типа людей в жизни. Первый тип, который я самый умный, самый крутой, ты мне ничего не говори, я все знаю. Он идет вперед по жизни, пробивая, знаете, как говорится, лбом пробивает все. Вот щепки летят вокруг, но он должен быть самый лучший и так далее. Есть второй путь. Когда человек понимает, что есть определенные закономерности в жизни, и человек начинает изучать законы, природы, естества, по которым работает вся жизнь. И тогда он начинает понимать, что есть в жизни созданные свыше Всевышним определенные механизмы, которые регулируют нашу жизнь, наши отношения, финансы, бизнес, весь кто я, кем я являюсь и вообще чем я занимаюсь. Этот человек включает механизмы изучения вот этих понятий, которые изменяют нашу жизнь к лучшему. Кстати, сегодня мы будем говорить об этом. Интересный вопрос. Как бороться? Очень просто. Джим Ронн, очень мудрый человек, он сказал, что умные учатся сами, остальных учат жизнь. Поэтому, что нам помогает и что нам мешает, это вот это, собственно, человеческое невежество. Это еще одно. Поэтому, если мы хотим идти по жизни намного легче, я бы выбрал более соответствующий подход, чтобы понять механизмы, как Бог и Всевышний устроил жизнь. У нас будет меньше шишек на лбу, у нас будет меньше этих сердец, которые разваливаются, потому что есть люди, которые делали большие глупости, я видел, и финансовые, и личные всякие. Люди, которые я видел, теряют миллионы. Сегодня он мультимиллионер, завтра он бездомный, стоит на углу. Я видел и такие вещи. Поэтому, что помогает, надо просто понимать, что я не самый умный, но и Всевышний, который просвещает нас. Поэтому мы всегда молимся, чтобы Господь нас просветил, наставил и направил. И когда мы изучаем эти механизмы, когда мы осознаем, чтобы они работали, мне нужно обратиться к тому, кто создал эти механизмы. Да, конечно. Чтобы они работали на благо. Есть инструкция, мы уже знаем, она написана. Мы будем говорить сегодня. Хорошо, спасибо вам большое, Андрей. Ну так, а какой опыт вы приготовили? Как-то связан именно с этим вопросом, да? Это очень интересно, вот как бы очень близко. Ведь я не ожидал такого вопроса, но он как раз за то, о чем мы будем говорить. Этот опыт произошел давно. Мне было лет 25, может даже меньше, 20 с чем-то. Это были 88-90-е годы в Советском Союзе. И где-то за год до этого происшествия, это событие, я получил побуждение изучить английский язык. Хотя бы азы, чтобы понимать, не знаю почему. Я шел с театральной площади, я тогда жил, работал, учился в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге России. И шел с театральной площади, перешел через мостик, кто знает Петербург. Там была мойка, и я вот такая, канал очень красивый. Я решил просто пойти по мойке себе. Вот, помню, падал снег, было такое легкое дунывение ветра, прекрасная погода, не холодно, не жарко, не слякоть. Я получил побуждение изучить английский. Мысль пришла, да? Вот, это мы так говорим, откуда это приходит? Ну, дает-то все же это побуждение, Всевышний, мы же понимаем. Да, значит, ради чего-то это надо было, с какой-то целью. Я пошел, единственный путь изучить, это купить книгу Бонка. Кто знает? Это единственный учебник, который был тогда в Советском Союзе. Но интересно, он был создан, что вы могли изучить слова, могли все прочитать, но вы ни в коем случае не могли говорить. Это было специально сделано, чтобы не было общения с иностранцами. Ну, ничего не было, я пошел, купил эту книгу и начал грызть гранит науки, скажем так. И потом я увидел, какой-то такой был небольшой, небольшая доска объявлений, и там были курсы для трудящихся иностранных языков, вы понимаете, для трудящихся. Для трудящихся. Вот я пошел туда раз в неделю, такой курс, там бедная учительница, она что-то учила, она так старалась, я так ценил это, но это все шло с горем пополам. Как-то я понял, что если я не возьмусь за гранит науки самостоятельно, то с этого ничего не выйдет, совершенно верно. И я взялся за это дело, занимался несколько месяцев, ну, не помню сколько, 4-5, ну, что-то меньше года, совсем мало. И я этим занимался. Ну, и как-то мои друзья увидели, что я изучаю. И назвали меня Эндрю почему-то. Эндрю, ну, уча английский, значит Эндрю. Значит Эндрю. И в один день подходит ко мне друг мой. Его звали Мурат Пернеязов. Очень интересный, добрейший человек. И говорит, Эндрю, надо действовать. Я говорю, что такое? Он приносит мне такую бумажку. И написано, конкурс английского языка в Государственном Ленинградском университете на Инязе. И что получается? Кто проходит конкурс, становится членом участника обмена студентов. То есть, я пошел, узнал, любой человек, студент из любых университетов Ленинграда может участвовать в конкурсе. Выбирает 33 человека, которые полетят в Америку. Кто победит на этом конкурсе английского языка? Вот. И Мурат говорит, ты должен участвовать. Я говорю, слушай, дорогой мой. Я меньше года. Тем более, там это такие были, ну, азы. Да, я поймал структуру языка. Имя существительное, прилагательное, есть какие-то причастия, да, и так далее. Хочешь задать вопрос, да? Какое слово выходит наперед в английском? Структуру я знал. Были некоторые простые слова, но это не то, что я могу участвовать в каком-то конкурсе. Это были такие первые шаги, и тем более там же, ну, и непроизношение было какое, мы же понимаем, да? И я взял, говорю, спасибо, я подумаю. Он говорит мне, слушай, что тебе думать? Ты же верующий человек. А я говорю, ну да, ты прав, да, я верующий. Иди, пускай Господь будет с тобой. И вы знаете, эти слова как-то запали мне в душу. Я даже почувствовал сам себе, так я верующий или не верующий? Аж стыдно немножко стало, да, от того, что испугались. Или я верующий, или я думаю, что я верующий. Окей. Я понимаю, что не только я здесь включен, а еще Господь, Которого я представляю. По идее, Друг затронул не только вас, но и Бога. Он затронул суть. Как говорят многие, эссенс, самое вот это, то, что они есть, важное. Я пошел туда, и собралось участников вообще. Подали заявок около пяти тысяч человек. Это со всех университетов, вузов, высших пять тысяч человек должны участвовать. Любой, кто хочет. Нас собрали, какая-то огромная аудитория, как стадион такой, помню. Объявили, как это будет все. И сказали, вам будет день и время, в которое прийти. Все. И я записался. И говорю, Господи, во что я подписался? Я не знаю, но это что-то будет удивительное. Я пришел домой. И потом я получил дату, когда надо идти. А было прямо вот-вот-вот, ну, неделя как-то, десять дней. И надо уже участвовать. Для подготовки мало времени оставалось совсем. Мало времени. Ну, знаете, когда все поставлено, как говорится, уже на... Ну, деваться некуда. То есть надо действовать. Я не поспал несколько ночей. Все проштудировал, вспомнил, что я выучил, все, что мог. И в это время у меня Господь дал мне такое верование, которое я пронес в течение всей жизни. Мы готовим коня к бою. Ну, успех от Господа. Но коня готовить надо. Я готовил коня с таким рвением, с такой страстью. Знаете, как бульдог гонится за зайцем, за кроликом. Вот бульдог гонится. И я все сделал, все, что я мог. Мне пришло это утро, я пошел туда и говорю, господи, я сделал все, что я мог. Но мои знания насколько мизерны. И я прихожу туда, где должно это происходить, этот конкурс. Мы должны понимать, что инъяз в Ленинграде, это был не просто инъяз, это был департамент вот этот иностранных языков, где это был самый престижный, самое блатное место, скажем простым языком, где учились дети самых элитных позиций и верхов, бывших в Советском Союзе. Оттуда выходили дипломаты, атташе, консулы и так далее. То есть это был астарт. Я прихожу туда. Андрей. Эти смотрят, так все ходят, никто там такой, такая высота. А я пришел-то, смотрю, одеты по самому большому шику. Все там, я, ну, видно, что там, наверное, дочь кого-то там, сын кого-то. Я смотрю, они такие все ходят с кем-то. А я пришел, как зайчик. Знаете, такой пришел, думаю, мама, Мия. Я смотрю, знаете, на всех вокруг. Я думаю, вот это да. И потом мысль приходит, они, их, да, папы какие-то. А у меня другой папа. Мой папа создал мир. Он повыше их намного, да? Он повыше. И я знал, что что-то должно произойти необычное. Приходит время. В комнате было около 200 человек. Спереди комиссия сидят. По четырем углам стоят люди, которые смотрят на всех студентов. Чтобы не списывали, да? Ни каких списаний, никаких шпаргалков, ничего абсолютно. Пять листков бумаги чистой, две ручки, которые лежат. Одна на всякий случай запасная. То есть пять листков, десять страниц, да, двухсторонних. Пишешь свое имя, и начинается конкурс. Они говорят, десять часов начинается, начинается конкурс. А вы знали, что там должно быть? Никто ничего не знает. Они открывают такую занавесь. И это тема, на которую мы должны писать. И что за тема? Я читаю. My goals in life. Ну, я понял, in life. А goals, что это такое? Я спрашиваю соседа, что такое goals? Такие цели. Мои цели в жизни. Я сказал, о май, мамия. Как же я могу? Мои цели в жизни. Я так... Что я буду писать? Я помолился. Господи, говорю. Я коня приготовил. Но победа, типа, что я не знаю что. 40 минут. На 40 минут забирают все бумаги. Заканчиваются, все стали, ушли, да? Сижу 5 минут, не знаю, что писать. Сижу 10 минут. А чем дальше, тем более сердце, знаете, начинает стучать. Я ничего не знаю. Потом смотрю, некоторые ребята, девчонки, встали просто и вышли. Ну, понятно. Они поняли, что не знали. Но я говорю, господи, Мурат сказал, что я должен идти. Я верующий человек. Что мне делать? Дай мне, покажи мне, наставь меня, прозвети. Сижу 15 минут, сижу 20 минут, сижу 25, 30. Остается 10 минут. Я, господи, что делать? Но, возвращаясь назад, я упустил один момент, когда Мурат мне сказал, ты иди. Твой господь будет с тобой. Я говорю, господи, мне идти? Или нет, да? Да. Я говорю, мне идти? И он сказал, я почувствовал одно слово. Иди. И теперь, когда я сижу здесь, господи, что мне писать? Я же ничего не знаю. Ну, я знал, как буквы пишутся, да? Т-I-O-N и так далее, окончания, английские все. Я, может, не знаю слова, что они значат. Я говорю, господи, остается 11 минут, остается 10 минут. И слышу, пиши. Внутреннее что-то, да? Well, это не внутреннее. Знаете, мы обычно люди говорим, как голос, или чувство, или мысль, или ощущение. Когда Господь говорит, вот когда говорил со мной, эти все вместе, это и слово, это и голос, ощущение, и мысль. Это какое-то вот, знаете, когда приходит что-то от Господа, ты всеми этими осязаниями начинаешь понимать ответ. Я слышу, пиши. Это не просто голос, это какой-то как бы резонанс, аккорд, как какой-то музыкальный такой. Я говорю, понял. И как только я написал одно слово, дается второе, третье, четвертое. И я понял, что я могу писать быстрее. Я начал писать быстрее, быстрее. И чем быстрее я писал, тем быстрее. Одно написал, дано второе. Дальше, дальше, дальше написать. Одну страницу перевернул, пошло, пошло, пошло. Я пишу. Люди начали уже выходить. Закончили все эти свои рассказы, да? На тему моей цели в жизни. Я пишу. Смотрю, остается три человека. Я пишу. Остается два. Я один остаюсь. Пять минут остается. Я один единственный сижу. Панель человек шесть сидит, профессоров. Потом четыре человека по углам смотрят, чтобы не... Я пишу. Они говорят, остается у вас одна минута. Я говорю, спасибо. Я пишу. Я писал, и у меня осталось где-то там, не помню, полстраницы, что-то такое. Они говорят, time, время. Я дописал одно слово, поставил точку, взял, отдал им. Ну, написать написали, а результат? После этого они вызывали на короткое устное интервью. Все те, которые там сидели, должны поговорить с ними. Я говорю, Господи, ты мне дал это. Был же Арон, Моисей. Один мог говорить, второй не мог говорить. Ну, дай мне, что им сказать? Так дело в том, что Арон, это Бог не может послать с вами рядом, как Моисею. Да, но Господь нам дает вот то, что нам надо. И я еще один урок большой тогда выучил. Написано, что Господь даст вам, что сказать. Это Писание, это истина. И вот они меня спрашивают. Я кое-что не понимаю, то, что они спрашивают. Но я что-то говорю им. И говорю им, все, что приходит, я им говорю. Интересно то, проходит две недели. Я вышел, да, Господи, и говорю, это какое-то чудо, что-то невероятное. После этого прошло две недели, и время, когда вывесят результаты. Я иду туда, и уже мне самому интересно, что же вообще-то произойдет. Что из этого выйдет? И я начинаю, да, такая толпа людей все. Я пошел погулялся чуть, люди разошлись чуть-чуть. Я смотрю, первый фамилия, да, второй, третий, четвертый. Тридцать три человека у нас. Пятый, шестой, седьмой. И смотрю, двадцать первый, двадцать третий, двадцать пятый, двадцать восьмой, тридцатый. Вашей нет фамилии. Нету. Нету. Тридцать первый, тридцать второй. Можно угадать. Угадайтесь. Тридцать третий был написан Андрей Хайлен. Тридцать третий. Тридцать третьим. И я тогда сказал, последние будут первыми. Эймэн. Сказал, спасибо, Господи. Я не мог в это поверить. Это чудо чудес было. Тогда во время Советского Союза получить паспорт, загранпаспорт, это вообще проблема. Американская сторона все оплатила. Я только дал фотографии свои. На загранпаспорт. Сказали, придите, заберите паспорт. Дали паспорт. Мы сели. И в определенное время в Финэр, через Финляндию, с Петербурга, Финляндию. И прямо потом в Канаду прилетаем. Долгий перелет через океан. Я не мог в это поверить. Господи, какие-то чудеса. Мы приземлили сторон. Это все было хорошо. И я знал. Вот это все время, когда я летел, я начал осознавать, что в жизни есть. Божественное, которое первично. Да. И когда мы фокусируемся на человеческом, которое вторично, рождаются страхи, неверие, всякие непонимания, ссоры, распри, недовольство жизнью. А потом это перерастает в агрессию у определенных людей. Потому что мы фокусируемся на человеческом. Я это понимал. Когда я был сфокусирован на Божественном, Господь действовал. Это не я писал. Это Он через меня, моей рукой писал. Потому что это был путь, который уготовил Он для меня. И Он дал абсолютно все, что надо. Даже более того. Да. И я начал понимать эти уроки. Мы летели сколько? 10-11 часов, пока перелетись через океан. И я понимал, что мы должны всегда понимать в жизни, что это не я. Это Он исполнитель. И всегда мы должны говорить, Господи, на все воля Твоя. И тогда Он начинает действовать в нашей жизни. Это были такие маленькие наметки веры в 23-летней душе. Это было очень основополагающей вещью. Перелет с Торонто. Полтора часа. С Торонто в Нью-Йорк. Был вечер, все устали. Но мы должны же понимать, что вот эти вещи, которые происходили, я понимал их. Я знал, что если Господь ведет, значит, что-то в этом есть. Мы сели в самолет, было где-то 10 вечера. Все было хорошо. И начали взлетать. Передо мной, кстати, сел такой дядька, большой, огромный. Плечи, знаете, между креслами есть такой просвет. Плечо было аж туда. И наполовину прохода. Я сидел прямо возле прохода. Такой дядька. И у меня такая мысль, ну, человеческая прошла. Думаю, хотя бы не сломалась спинка кресла. Он рухнет на меня. Все. Ну, сколько меня, посмотрите. А представьте, как соседям, которые с ним рядом сидели. А, соседям. Представьте, это прелесть какая. Повезло, да? Повезло. Думаю, ой, хотя бы это не рухнуло на меня. И я попил апельсиновый сок. Все хорошо, взлетели, пролетели. Ну, сколько час тридцать пятым? Это очень короткий рейс. После двадцати там с чем-то минут или двадцати пяти уже выключили свет, уже все. Кстати, это дядька большой захрапел. Таким низким басом, басом захрапел. И я начал молиться. Я понимал, что Господь для чего-то это делает. И потом, когда уже все спали, капитан таким низким, спокойным голосом, не таким, как он объявлял. Знаете, добро пожаловать, пассажиры, граждане, дамы и господа. Говорит, дамы и господа, у нас впереди, перед нами такая будет ситуация. Есть определенные атмосферные какие-то движения. И впереди нас как бы небольшой ураган, через который мы должны пройти. Пристегните ремни. Пристегните ремни, оставайтесь на местах. Вот, все хорошо, мы пройдем. Проходит там пять-десять минут, я чувствую, начинается больше тюрбулентность, больше, еще больше. Я же выучу урок. Господи, навсюду будет воля Твоя. Больше и больше начинает качать не просто вот так самолет, а вот так качает. Потом вот так, вот так, вот так начинает. И тюрбулентность насколько стала большой, начали открываться вот эти дверцы наверху, где багаж, чемоданы начали выпадать уже. Даже выпадать чемодан. И самолет начал трещать на сколько. Вот знаете, как вот вы сидите перед гастром и ломаете хворост, да, сухой. Таким треском, да. Самолет трещал просто вот как хворост, который бросаешь в огонь. Я понимал, что если эта штуковина приземлится, то это будет чудом Божьим. Это будет чудо. Но я же понимал, что Господь ведет. По-человечески я говорил, Господи, если 50 праведников в этом самолете, ты сохранишь, Господи, а если 10? Были мы... Но все-таки страх был. По-человечески. Чисто по-человечески. Господь вложил в нас страх. Это защита жизни. Чтобы мы делали то, что надо. Жизнь передо мной прошла в кадрах с самого рождения. С детства. Абсолютно. Это как такой слайды, насколько быстро происходящая. Другая тема. Мы поговорим как-то об этом. Это меняет человеческую жизнь. Я говорю, Господи, я знаю, я всегда говорил, да будет воля Твоя. Я прошел этот экзамен, это чудо. Устное чудо. Я как бы засвидетельствовал, что люди видели, и Мурат, Пернязов, все видели вокруг, друзья, что Господь сотворил чудо. А теперь я здесь лечу, и надо как-то в Нью-Йорке приземлиться. Эти стюардессы начали ловить. Тачка, это знаете, на которую они возят, когда раздают. А начало ехать. По проходу, да? По проходу. То есть дети сначала начали, ну, маленькие кричать, потом побольше, постарше. Потом люди уже взрослые, у которых слабые нервы, люди начали плакать, кричать, кто начал отстегиваться. Ну, такое начало твориться. Да, вы что? Паника какая-то, да. И я сидел, молился, и вспомнил ту мысль, думаю, о, мамами, я уже не пережал саму. Думаю, если дядька на меня этот упадет, который впереди, еще мне дядька нужно этого, понимаете, еще. В дополнение ко всем этим радостям. И я молился, но я знал, что Господь для чего это все делает. А не было мысли, Бог показал чудо вот вашим друзьям, а теперь вы прилетели сюда, и вы должны здесь погибнуть. Но ключ-то в чем, Господи? Мы должны каждый день очень много повторять. Не важно, что. Парикмахерская, маникюр делают, еще где-то. Господи, да будет воля Твоя. Потому что мы не знаем, что лучше. Иногда так, а иногда так. Помните, мы говорили вначале, что есть два типа людей, которые, когда я самый умный, делаю по-своему, наломаю дров, правильно? Шишек набью на голове. Или мы изучаем законы, как все работает, как Господь устроил этот мир. Были мысли? Конечно, были. Но самое сложное – вот предаться Господу. Довериться полностью. Как будет, так будет. И когда я доверился, такое происходит. А у меня мир. Такой мир пришел. И я смотрю на все как по телевизору, как меня там нет. И эти последние, не знаю, сколько было там, 40 минут, которые мы приземлялись, мы проходим через этот ураган, начинаем садиться, приближаемся. И я вижу взлетную полосу, когда самолет заходит садиться, по двум сторонам две такие линии пожарных машин, которые уже ждут. Встречали вас. Встречают. И мы начинаем садиться. Он один раз зашел. Но ураган, ветер был насколько сильный, как только садится, и крыло туда, он снова вверх. Он делал несколько раз вот таких заходов. И как только мы прикоснулись к земле, эти все машины начали очень быстро ехать. За самолетом. За самолетом. Вдруг что, чтобы они сразу могли. Мы приземлились. Благополучно. Благополучно, слава богу. Зашли в отель «Нью-Йоркер». Прямо на 42-й стрит. Вот в Нью-Йорке. Я пришел с Советского Союза, смотрю, а мы были на каком-то 40-каком-то этаже. Я смотрю, внизу вертолеты летают, небоскребы, Америка. Это чудо. И потом я включил телевизор, и они называют имя. Счастливчики, полета, рейса, какой номер был, там, 62-49. Мы хотим поздравить вас, потому что все самолеты возвратились в аэропорта. Это был единственный флайт, рейс, который... Закончил свое... Пошел. Назад не мог возвратиться. Он просто перевернулся и упал бы. Поэтому мы должны были пройти. И когда я это проходил, мы были здесь месяц, все оплачено, прекрасно. Я возвратился назад в Ленинград, в Санкт-Петербург. Но это был огромным опытом, вот это все для меня, что молитва не только передвигает горы экзамена, она не только помогает сдать, написать, когда Господь писал фактически моей рукой, не только дал мне сдать этот устный экзамен. Представляете, какие там профессора сиделись? Ленинградский иньяз. А я там, как зайчик, такой. Но они не знали, кто у меня папа. В этом был и секрет. И потом вот эти все опыты... Конечно, я обогатился. Мы были в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, Ди Си. Мы встречались с разными группами. Это было все очень интересно. Это был ваш первый, наверное, вообще за границу первый вылет? Да, первый вылет был за границу. Вот такой интересный. Я очень много чему научился, очень много чего осознал. А самое главное интересное, что после этого, когда вот Мурат Пираньязов, он же был мусульманин. Вот я хотел о нем спросить. Вы часто называете его? Да, и когда-то увидел он вот это происходящее, он сказал, слушай, я хочу пойти с тобой в церковь тогда. Но он не был. Вот я хотел спросить. Когда он сказал, ну, ты же верующий человек. А он ходил в церковь или нет? Ну, просто друг был. Он просто был друг. Он просто знал, что я хожу в церковь. Да, мусульманин, да. Мусульманин. Да, я начал ходить в церковь, и он был тогда в Ленинграде первым мусульманином, который вообще в бывшем Советском Союзе принял Господа, крещение в Ленинградской церкви. Да вы что? Да, пастор был Олег Горефьев тогда. Это чудо подвигнуло его. Это вот, я думаю, стечение обстоятельств, но это одно из тех. Поэтому я не знаю, кто кому помог. Или Мурат мне помог. Понимаете, как Господь. Он все устроил. И это, и это. И приобрел душу Господь этим опытом для своего царствия. Поэтому вот эта молитва, когда я помолился Господи, участвовать мне, идти мне или идти, он сказал, иди. Я думаю, что вот эта молитва, вот эта вера 20-летнего молодого человека, вот я думал, она сдвинула одну гору. И не одну, я думаю, потому что Мурат был второй горой через этот опыт. Я думаю, он был первый. Он, наверное, первый, да. Я думаю, он первый, потому что это ради Царствия Божьего. Да, аминь. А мои опыты, это вторично. Да. Как мы говорили, потому что божественное, оно всегда первичное в жизни. Когда мы фокусируемся на человеческом, вот тогда начинаются рождаться проблемы в нашей жизни. Проблемы и страхи. Спасибо, Андрей, спасибо. Очень интересный, захватывающий опыт такой молитвенный, который длился не только во время экзамена, да, но и весь полет тот серьезный и страшный. Слава Богу. Слушайте, эти 40 минут или 45-50, это ощущение, они были вечностью. Интересно то, что запоминается каждая деталь происходящего. Вся жизнь перед тобой происходит. Проходит так, как съемка, да, как фильм. Да, и я подумывал тогда после этого, так, когда я был крещен? Когда погружением в воду? Или я был крещен на высоте? Когда я был ближе к Господу, чем на земле? Да. Ну, однозначно то, что обряд крещения, он был там. А вот личный опыт и, может быть, какое-то рождение особой веры и доверия Богу, это было там. Ну, конечно. Знаете, я вам скажу одно еще. Много уроков я вывел из этой истории. Просто их мы не можем сказать в это краткое время. Но еще понял одну вещь, что в падающем самолете атеистов нет. Аминь. Да, это точно. Спасибо. Спасибо большое, Андрей, за этот удивительный опыт. Слушая историю нашего гостя, невольно на память пришло библейское повествование о Вараке. Помните? Пророчица Девора посылает вестника к Вараку с такими словами. Мы читаем в Священном Писании. Вараки Твои. Помните, что ответил Варак? Да. Он ответил пророчице. Если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, не пойду. Знаете, впервые читая эту историю и не зная ее конца, вот что вы думали о Вараке? И как вы его оценили? Струсил. За женскую юбку прячется. Находясь в тот момент рядом, что бы вы сказали Вараку? Ну ты же верующий. Зачем требуешь гарантии у пророка Божьего? Вот если посмотреть контекст событий и поставить себя на место Варака, то мнение может поменяться. Вы только представьте. Хананский царь Иовин уже 20 лет жестоко угнетает израильтян. Через этого военачальника Сесару безжалостно подавлялось всякое сопротивление. У вас всего 10 тысяч слабо вооруженных человек, а у Сесары огромное войско и только колесниц 900 штук. Не знаю, как вы, но я бы, наверное, не только умолял бы Бога найти кого-нибудь другого вместо меня, но, уверен, также схватился бы за юбку Деворы, прося ее присутствия. Знаете, что, на мой взгляд, самое прекрасное в действии Варака? Он не просит у Бога знамений. Он не только молится Господу Богу, но он встает и идет. Идет, понимая, шансов выжить ноль. Это с одной стороны. А с другой. Если идти с Богом, это есть гарантия успеха. Может, именно по этой причине Варак причислен Богом, героем веры. Посмотрите 11 главу послания к евреям. Там не все имена упомянуты, а имя Варака есть. Друзья, вспомните те случаи, когда кроме желаний и молитв вам не хватило смелости встать и начать действовать. Сколько упущенных возможностей не только достичь мечты, но ощутить чудесное проявление силы Божьей, которую прочувствовал наш гость Андрей. Да, нашему гостю повезло с другом. Благодаря этой поддержке, благодаря этому вызову, можно сказать, он дерзнул на невероятное. И как результат пережил чудо божественной силы. Да, друзья, мечтать это хорошо, молиться очень хорошо. Но с верой встать и действовать по воле Божьей, это то, что позволяет Богу творить чудеса в нашей жизни и делать нас счастливыми. Не так ли? А вы что об этом думаете? Друзья, в начале нашего эфира вы уже ознакомились с теми молитвенными просьбами, которые пришли к нам на передачу. Те молитвенные просьбы, которые вы отправили сейчас во время эфира, мы обязательно передадим в наши молитвенные группы, будем молиться и ознакомим с ними всех в следующем эфире. А сейчас я хочу попросить нашего гостя Андрея помолиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли на передачу и с которыми вы уже ознакомились. Андрей, пожалуйста, я прошу вас, помолитесь о всех тех просьбах, которые пришли к нам на передачу. И помолитесь, пожалуйста, о всех нас, о христианах, потому что я чувствую, и мне иногда не хватает, не хватает, наверное, или смелости, чего-то не хватает принять решение не только молиться с верой в Бога, но вот встать и действовать. Помолитесь, пожалуйста, вот о таких, как я. Дорогой Господь, мы, как дети Твои, приходим к Тебе, Твои сыновья и Твои дочери, Господи, мы творение Твое, мы хотим поблагодарить Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам. Теперь мы знаем, как нам жить, как ходить, как говорить, что делать. И в Слове Своем Ты дал обещание, Господи, что будет сказано и дано, что надо сказать. И когда мы понимаем, что Божественное, оно всегда первично в нашей жизни, а не человеческое, тогда все идет хорошо у нас. А когда наше человеческое берет верх, тогда рождаются все эти проблемы, которые мы проходим в жизни. Поэтому, Господи, я прошу, чтобы Ты услышал нашу молитву сегодня за каждого из нас, за Сергея, за меня, за все просьбы молитвенные, которые к нам пришли, Господи. Я молюсь, потому что есть благодарности за Твою благость, Господи. Есть просьбы, есть прошения, есть трудности, через которые мы все проходим, каждый по-своему. Поэтому я прошу, Господи, услыши каждого и ответь сполна и по заслугам нашим, но по Твоей милости и благости, которые Ты проявляешь многократно, каждый день, Господи. Мы благодарим Тебя за опыты, которые Ты даешь нам, проходя которые, мы знаем Тебя лучше. И это делает нас сильнее. Наша вера крепнет, и мы становимся больше людьми, кем Ты хочешь, чтобы мы были. Поэтому, Господи, я прошу, услыши каждого из нас и воздай, Господи, воздай благостью и милостью Своей на все просьбы. И самое главное, Господи, сейчас прошу, Ты нас сегодня просвети. И от всякого зла сохрани. Ко всякому деянию наставь и на путь спасения направь. Во имя Иисуса, Господи, просим и благодарим, что Ты услышал нашу молитву. Аминь. 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 Еще раз большое спасибо, Андрей, и за молитву, и за эту историю, шикарный молитвенный опыт, который Вы пережили и которым поделились. Слава Богу. Не только Вы научились каким-то урокам, но я уверен, что вместе со мной и наши зрители. Пусть Господь благословит и дальше Вас новыми опытами. И я надеюсь, Вы еще придете к нам на передачу не один раз. Приглашаю Вас. Благодарю Сергея за приглашение. Я надеюсь, если хоть один человек услышал, мы все слышим. Но не каждый человек может услышать. Слушаем все, а вот и слушаем все. Поэтому я надеюсь, что Господь, Он и дает нам эти опыты, чтобы они могли быть благословением для других. Так что принимаем, и Вам взаимно. Я уверен, Андрей, не просто слушали, но и услышали. Почему? Потому что эта программа, это дело Бога. Это Его планы. А Он, мы можем быть спокойны, уверены, Он сделает свое дело. Аминь. А наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю Бога и Вас всех за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у Вас есть молитвенный опыт, который мы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче. Пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу, как всегда, в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит Вас обильно и хранит Своей рукой.